Всем привет! Сегодня я вас приглашаю посмотреть на чистку сумок, которые я тут решила устроить. Я вам делала недавно пост в инстаграме, все свои сумки, половину своих сумок я буду раздавать, отдавать, жертвовать, может быть даже продавать. Сейчас посмотрим, может быть и нет, посмотрим, не знаю. Я поняла со временем, что я ношу очень мало сумок, я вообще однолюбила, если так можно сказать, и ношу только определенные сумки, и все то количество сумок, что у меня есть, оно по сути мне не нужно, поэтому я решила хотя бы сейчас на какую-то часть их сократить. Мои сумки находятся вот в таких вот коробках, вы можете видеть какой здесь бордель сейчас находится, вот в таких двух коробках, все что у меня помещается в принципе в этих двух коробках. И есть у меня большие сумки, от которых я точно от всех избавляюсь, сейчас вам покажу. Все вот такие вот тряпочные сумки, это кстати, я делала когда-то видео уже где-то год назад о своей коллекции сумок, и это такое может быть обновленная коллекция сумок, да. В общем от всех вот таких вот тряпочных сумок, это вот такая вот сумка-рюкзак, мне как-то мама это привезла с... откуда-то она мне это привезла, на самом деле я просто это не использую, вот как мама привезла, так я это не использую, ни для пляжа, ни для чего, и я думаю, что лучше я это отдам, может быть кому-то это будет полезнее, Поэтому эту сумку я отдаю. Также у меня здесь есть вот такая вот большая сумка через плечо. Вот такая вот разноцветная. Очень в свое время хотела такую разноцветную сумку. Она с большим ремешком. Но опять же, она неудобная. С ней куда-то далеко ездить. Потому что когда в ней много чего напихано и через тело носишь, больно с ней ходить. Она как бы, ну типа натирает, если так можно сказать. Поэтому, ну да, поэтому я ее тоже кому-то отдам. Потому что в день в день я с такими громадными сумками не хожу. Также у меня есть вот такой вот рюкзак. Это Нецер когда-то купил. Вот типа такого рюкзака. Тоже тряпочный. Тоже не особо удобно с ним куда-то ездить. Поэтому мы сейчас как раз купили нам, я вам тоже покажу, сумку для поездок. Именно если мы едем только с ручной кладью, без чемодана. У Нецера есть хороший рюкзак. У меня есть хорошая сумка. Поэтому эти сумки просто нам не нужны. Я сейчас буду разбирать вот эту вот коробку первую, которую я вам показывала. Все, что в ней лежит. Вот я решила, у меня немножко поменялся вообще стиль и все такое. Поэтому сумки вот такого плана. Вы сейчас увидите три сумки похожего, что я от них решила избавиться. Эта сумка, вам наверное кажется, что она настоящая кожаная. Она на самом деле не кожаная. Это кожезаменитель, но она очень хорошего качества. Она очень крепкая такая. Очень-очень хорошего качества. Но у меня есть похожая сумка, которая мне нравится больше. И вот, наверное, ее я и оставлю. В общем, она с таким длинным ремешком, значит, через тело. Вот ее я тоже отдаю. Также из этой коробки я отдаю вот такую вот сумку, которая уже 100 лет в обед. Она тоже из кожезаменителя. В свое время тоже очень любила. Но, вы знаете, у меня просто стиль супер поменялся. Она мне просто уже неактуальна для меня. Поэтому нужно ее тоже кому-то отдать. И также из этого же варианта сумок у меня вот есть такая розовая сумка с манго. Она уже кожаная. Я как-то ее привезла с Тенериф и купила ее за 5 евро. Ее начальная цена была, по-моему, 80. Я очень обрадовалась, что я смогла ее словить на такой скидке. Но так я ее с того момента и не носила. Она абсолютно новая. Единственное, что все-таки вот этот вот, он не желтый, а розовый замш. Он будет пачкаться. И она уже даже просто лежа у меня, немножко приобрела такой серый оттенок, как поношенный. Хотя она не особо и ношная. Но тоже ее отдаю, потому что вот, ну сколько, уже полтора года прошло. И так и ни разу я ее не одела. Смысл удержать нету. Просто так потратила деньги. Еще я решила распрощаться вот с такой вот сумкой. Она когда-то была мне очень любима. Здесь у нее когда-то была ручка, которая вот эта кожа. Но кожа очень какая-то не эластичная, не мягкая. Эта ручка просто, знаете, как кожа разорвалась. Вот я эту ручку отпилила, так можно сказать. Мне нравится этот чемоданчик. Какой он чемоданчик доктора. У нее есть вот это вот тоже через плечо. Но просто кожа настолько, настолько твердая, что она со временем вся разорвется. И я ее уже не носила года два с половиной. Она у меня уже супер давно. И решила, что, наверное, я ее просто тоже пойду и пожертвую. Еще одна сумка, с которой я решила расстаться. Вот ее я и думала продать, но я не уверена. Я ее купила. Это сумка под далматин, сумка такого светлого. Она сделана из чистой кожи. Это сумка фирмы Зачелс или Сачелс. Английская фирма. Настоящая кожа. Тут, хотя она и лаковая, но она такая хорошая, плотная кожа. Единственное, что я ее тоже покупала со вторых рук. Тут есть немного пятна. Но так в целом она просто в идеальном состоянии. Забыла слово. Но я просто ее так и ни разу и не одела. Вот у меня есть привычка. У меня раньше была привычка покупать сумки и потом их никогда не носить. Поэтому я решила избавиться. Оставить только те сумки, которые я ношу. Для того, чтобы просто лишнее у меня не лежало. Потому что, ну вот что лежит, просто так лежит. Может быть кому-то это пригодится. Может быть кто-то это будет носить, раз я не ношу. Поэтому да, от этой сумки я тоже избавляюсь. Вот она единственная, которую я думаю, может быть продать. Потому что я ее покупала на Asus Marketplace. И может быть там же опять я ее продам. Посмотрим. Ну что, вроде я как-то навела немного порядок. Теперь давайте посмотрим вообще, что у меня здесь осталось. Как-то у меня и освободилось места много. Смотрите как. Давайте я вам покажу, что у меня осталось. Кстати, давайте сначала вам покажу две самые большие сумки, что у меня остались. Которые сумки я люблю. Вы еще, наверное, с прошлого раза помните эту сумку Zara. Я ее очень люблю. Серая. Я, конечно, умник Габи. Она сильно запачкалась. Я ее решила постирать в стиральной машине. Она перестала быть такой мягкой, как она была до этого. Она теперь такая более... Она замшевая. Она более такая, знаете, шершаво-замшевая. В общем, в любом случае, очень ее люблю. И периодически, когда у меня заходит заход, что мне хочется громадную сумку, я в ней хожу. Потому что она просто абсолютно под все подходит. Все сезоны. И летом, и зимой, и осенью, и весной. Поэтому очень универсальная сумка. Ее, конечно же, я оставляю. И в этом году, если вы помните, когда я летала в Мадрид, я брала вот с собой вот такую вот синюю сумку, которую мне моя подружка прислала с Америки. То есть я у нее заказала... То есть я заказала с Америки, она мне просто прислала. Она был мой пересыльщик. Очень удобная сумка. Мне с ней было очень в кайф ходить по Мадриду. Я вообще не рассчитывала с ней ходить по Мадриду. Но так получилось, что я с ней таскалась каждый день. Просто из нее все вытаскивала, оставляла кошелек. Она была очень удобная. Все свои покупки я в нее складывала. Если летать с ней удобно, входит в нее компьютер в своей сумочке, фотоаппарат, бутылка воды, все документы, кошелек. В общем, очки солнечные. Все, что надо, в нее влезает. У нее и большой есть ремешок, и два маленьких. Поэтому с ней удобно в любом варианте. Очень удобно. Она сделана из такого... Из найлона. Так что ее можно истирать. И все эти штучки-вставки у нее кожаные. Поэтому просто суперская сумка. Она мне заменила все, что я сегодня выкинула. Она мне заменила. Итак, давайте начнем с кошельков. Как-то у меня появилось много кошельков. Раньше у меня столько кошельков не было. Но сейчас вам покажу интересную вещь. Что происходит с моими кошельками. И как я хожу с кошельками и посмотрю, что произошло. Раньше я сходила с этим. Потом я купила поменьше. Теперь я вообще хожу с этим маленьким. Это мой новый кошелек. Я поняла, что мне как-то перестали нравиться большие кошельки. И я вот вообще спустилась на такую малютку. Которая супер-супер удобная малютка. Здесь пару карточек. Здесь вот мои права. Здесь деньги. Сзади здесь есть место для монеток. Просто великолепный кошелек. Еще я его отхватила на 50% скидки. Короче, я супер-супер довольна. Эти свои пока кошелечки, которые я тоже люблю. В принципе, но сейчас для меня они большие. Может быть, когда-то у меня поднимется настроение. Не захочется заново большой кошелек. Но их пока сложу в коробочку. Еще два кошелечка, которые у меня всегда есть с собой. Это вот такой вот маленький кошелечек. Когда-то я его, кстати, покупала взамену вот тому новому, которому я сегодня вам показала до этого. Но как-то у меня с ним не пошло не особо. Он мне был удобен. И сюда я просто, знаете, запихелила. Все ненужные карточки. Всякие карточки клиентские и тому подобное. В Израиле не нужны. Все эти карты. Приходишь в любой магазин. Говоришь номер удостоверения личности. И твоя клиентская скидка или собирание пунктов прекрасно работают без карточки. Поэтому все карточки просто сложила сюда. И также у меня есть мой кошелек, с которым я путешествую. Я могла, в принципе, не покупать вот этот вот. Остаться с ним. Могла не покупать этот, остаться с ним. Но он не особо удобный. Поскольку здесь неудобно класть бумажные деньги. Их нужно, знаете, так скомково для того, чтобы в какой-то кармашек засунуть. Мне не особо это было удобно. Поэтому я хотела такой кошелек, куда как бы бумажные денежки. Вот так вот, как здесь, без проблем влезают. Он чем-то похож на мужской кошелек. Но поскольку он такой розовый с бантиком, вы понимаете, что он женский. Из лохматых сумок у меня вот остались две такие вот сумки. Сумка, мешочек и вот такой вот маленький а-ля клач. Хотя он не клач, он с длинной такой, с длинной полоской. Я очень часто с ним хожу на разные мероприятия. Очень стильно, так знаете, смотрится. Он очень хорошо, в него много чего влезает. И, в общем, хорошая сумка. Я очень ее люблю. Ей уже 100 лет в обед, лет 15, если. Не, наверное, преувеличиваю. Наверное, так лет 13. И это когда-то я пару лет назад купила в Весос. Знаете, очень мне тоже нравится. Тоже такой хорошенький, штильный, маленький, небольшой мешочек. Тоже с длинным ремешком, как я люблю, через тело. Тоже с такой бахромой. В общем, их оставляю. Все те с бахромой, что у меня были, ушли. А вот эти вот остаются. Также относительно новая сумка у меня появилась. Вот такая сумка. Вообще, мне, моя подружка эту прислала для того, чтобы это был типа кошелек в поездку. Но он не особо удобный, как бы кошелек в поездку, поскольку он немного полный. Но как сумка куда-то с таким большим ремешком оказалась очень даже удобной, красивой, стильной и мило. Поэтому я, конечно, буду с удовольствием таскать летом тоже куда-то, если нужно идти. И вообще, я люблю маленькие сумки. Вы сейчас обратите внимание, что все мои сумки, они маленькие. Я не очень люблю большие сумки. В общем, да, мне можно как плач. Супер маленьким сумкам кладу своего старичка, сумку Fossil. Раньше я с ней любила очень летать за границу. А в последние разы я что-то ее с собой не брала. Не помню даже, чего я с собой не брала. В общем, тоже такая хорошая. Но она буквально маленькая. Туда влезает только кошелек маленький, телефон, помада, может быть, еще пару мелочей и все. Она супер маленькая, но и с ней я любила летать всегда, потому что ее под курткой, под одеждой не видно. И никто не предстает, засуньте все сумки в одно место или в один чемодан. И теперь я вам покажу две мои кожаные сумки, которые безымянные. Вот такие вот кожаные сумки. Это я купила на базаре в Иерусалиме. Их там море таких продается. Она, знаете, сделана вручную, из кожи. Она пахнет бараном, ужасно. Вау, это точно баран. Фу, как пахнет. В общем, она самая обыкновенная. Но здесь есть и карман на молнии внутри, и снаружи. Здесь она вот на таком замочке. Она мне безумно нравится. Я ее тоже купила очень давно. Она тоже через тело. Нужно мне ее поносить. Что-то я давно ее не ходила. В общем, она такая простая, лаконичная. Подходит по многое. Мне нравится этот коричневый цвет камель. О, она очень классная. Если вы будете когда-то в Иерусалиме на базарах в Старом Городе, таких там очень много. Еще одна маленькая сумка, которую я вам показывала тоже, когда летела в Мадрид. Я ее как раз с собой брала в Мадрид и с ней выходила. Тоже я ее купила в каком-то дизайнерском магазине. Но она как бы без имени. Тут даже нет ни бирки, ничего. Она тоже сделана из чистой кожи. Но она уже не пахнет. Она пахнет приятно сумкой. Такого вот более светлого цвета камель уже. Это более темная, это было светлая. Она маленькая, но в нее тоже входит кошелек, телефон. Маленький мой кошелек тем более. Еще несколько мелочей, помады и тому. С ней на выход. В общем, самое то. Я с ней по вечерам в Мадриде бегала только так. Отличная сумка. Теперь вам покажу первую коробку, что у меня получилось. Ах, как все классно, как всего мало и как все красиво сложено. Все очень понятно, что где, что за сумку. Просто коробку стянула, посмотрела и пользуешься. Мне очень удобно, кстати, что у меня так и шарфы сложены, между прочим. Если вам интересно, все шарфики складываю. Очень все понятно. Просто коробку вытягиваю, смотрю какой шарфик, вытягиваю. Все очень удобно, нигде ничего не висит. Я вообще не люблю, чтобы висело. Одно на другом мне это в голове делает беспорядок. Я люблю вот так вот. Все по полочкам сложно. И теперь, что осталось у меня из сумок. Из сумок у меня осталась вот эта вот коробка. Тут все в мешочках, потому что более такие дорогие сумки. Я их храню в их оригинальных мешочках. А здесь сумки все, с которыми я хожу, поэтому я решила оставить. Давайте начнем с первой. Первая Long Chump. Всем известная. Мешочек у меня маленькая. Мне кто-то из вас спрашивал, какой у меня размер. У меня маленький размер, есть средний, есть большой. Я взяла себе маленький. Вполне достаточно. Она вполне большая для маленькой, поэтому больше, наверное, было бы для меня чересчур много. Потому что у меня вообще очень болит спина, если большая сумка. Поэтому я не люблю большие сумки, я люблю маленькие. Поэтому для меня это в самый раз. Следующая моя сумка, в которую я периодически хожу. И я считаю, что вообще желтый цвет сумки, это очень красивый цвет. Камель, желтый, темно-синий. Кстати, в следующем сезоне вот желтый такой горчичный свет и темно-синий такой нейви, да. Они будут очень популярны в плане сумок, так что учтите. В общем, эта сумка тоже уже такой старичок. Я ее купила, по-моему, год-два назад. Это была какая-то лимитированная коллекция Philip Lim для Target. Я ее отхватила. Сейчас их продают на ebay в раз в 10 дороже, нежели они стоили в оригинале. Потому что это не настоящая кожа, а кожезаменители. Она была недорогая сумка, всего 30 долларов. Вот у меня получилось отхватить. Мне она очень нравится. Она здесь вот растягивается, так вот, если с двух сторон. В общем, очень хорошая сумка, очень хороший размер. Вот как раз такие размеры для меня самые оптимальные. Следующая сумка тоже будет примерно такого же размера. Вы ее страз... Господи, что же я так закрыла-то ее в мешке. Вы ее тоже уже страз у меня видели. Я с ней ходила и в Риге, везде с ней ездила. Тоже не впервые вы у меня смотрите ее. А ее очень берегу, как зеницу ока. Люблю вот этот серый цвет. Обожаю сумки серого цвета. Я уже это сказала. И на сумке Zara, и вот эту сумку серого цвета. По-моему, серый цвет, суперкрутой цвет для сумок. Очень-очень люблю. Следующая моя сумка тоже в мешочке. С ней я вот ходила до недавнего времени, пока не купила немного новую. Вы ее недавно видели. Я ее в каких-то недавних, кстати, покупках показывала. Купила я ее в Риге, когда в последний раз была. Очень хорошего качества сумка. Очень мне нравится. Такая мягкая. Супер-супер вместительная. Много чего у нее влезает. В общем, очень хорошая сумка. Очень довольна этой покупкой. Просто вот не могу нарадоваться. Спасибо моему мужу, что он мне уговорил, в конце концов, именно эту сумку взять. Моя новинка из сумок тоже идет с мешочком, синеньким. Это вот такая вот сумка. Я не знаю, показывала. Я вам показывала ее в Инстаграме. Вот такая вот сумка, тоже такого светлого цвета. Тоже смысл умудрилась я ее ухватить на 50% скидки, чему я очень рада. Единственное, что она для меня немного маловато. А мне бы хотелось, чтобы она была побольше. Но в нее много чего влезает. Тут много чего у меня есть. И кошелек, и телефон, и зарядка, и платочки, и духи. И все, что хочешь, короче. Все в нее влезает. Просто все в отдельности. Пихаю по отдельности. Вот. Ну, очень я давно хотела эту сумку. Очень давно хотела попробовать этого дизайнера. Это Ребека Минков, кто знает. Очень она мне нравится. Сейчас летом. В самый раз. Единственное, что мне не нравится. Золотая цепь. Я вообще, если вы поняли, не особо люблю золото. И золотая цепь мне не нравится. Была бы она серебряная, было бы круто. Ну что, это были все мои сумки. Это была вся моя чистка. Я начистила около сумок семи. Это, по-моему, вполне достаточно. Давайте покажу вам, как вышел мой второй ящичек. По-моему, тоже очень... Конечно, все в пакетиках. Но для меня все достаточно понятно. Вот так вот все лежит. Тут даже еще есть место для какой-нибудь другой новой сумки. Кстати, когда я покупаю сумки дизайнерские, обычно я их покупаю, кому интересно, в магазине, в интернет-магазине Nordstrom. Обычно ищу, чтобы они были все по скидке. Таким образом, я ищу, чтобы они были по скидке. Я заношу все сумки, которые я хочу, в карту. То есть, ну, как бы покупать. И потом периодически захожу в свою карту и смотрю, вдруг какая-то сумка стала на скидке. То есть, я жду скидок. Я никогда по полной цене не покупаю ни одну сумку. Не знаю, я довольна результатом. Я люблю, когда я чистю свой шкаф. И когда становится меньше места, остаются только мои самые любимчики, которые мне все время хочется носить. А не какие-то нелюбимчики, которые я всегда заставляю себя носить. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилось это видео, не забывайте мне ставить лайк. И подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А мы с вами увидимся очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok